Вы думаете это Малюк? Нет, это не Малюк. Это антидронная система, называется РИФ-Р, ручной, РИФ от слова, морского, не знаю, может морского именно от того, что влага водозащитная штука, потому что поливали водой, все это вы увидите в видео, насколько мне получилось поснимать, то есть для чего сделана система, с руки можно просто посадить практически любой дрон, забивает GPS, сигналы, забивает сигналы управления, Сейчас вон солдатики бегают, даже где-то дрон улетел, сел за бруствером, не могут найти там, целое отделение побежало его искать, в общем, довольно интересная система, пока еще разрабатывается он, пока ведутся испытания еще, полностью, как видите, мобильная такая версия, батарея здесь находится в корпусе, Как видите, тоже похож по корпусу на Малют, но это просто взяли от него корпус, здесь все электроника, ребята придумали, внутри рама специальная, алюминиевая, которая для охлаждения сделана. В общем, вот такая система, пока кратенько я покажу, как сажали дроны, к сожалению, видно не очень хорошо, скорее всего, будет, потому что я бегал туда-сюда, и как бы через визир камеры я не особо видел, где сам дрон находится, Но, в принципе, просто вот через вот такую систему, через эту полость прицеливание идет на дрона, нажимается кнопочка специально, и просто плавно дрон можно посадить, перебить ему все сигналы, то есть оператор теряет полностью контроль над дроном, то есть у него стики не работают, и так далее, и тому подобное. Вот такая вот система, 4,5 где-то весит примерно, но будут работать над облегчением для того, чтобы это была индивидуальная, вот такая носимая система, то есть для пограничников еще, для каких-то подразделений специфических, ну и само собой, на фронт, где не очень честно работают некоторые северные братья, когда, ладно, не буду об этом распространять, Но прецеденты были. В общем, система для борьбы с дронами на данный момент очень актуальна. Она его подавляет, делает вакуум, путем подавления частоты рабочей, GPS-навигации и передачи видеосигнала. При попадании в сектор подавления, угол 20 градусов у нас получается, которого хватает с головой, радиус подавления у нас километр 800, это максимальная рабочая, это километр 500. Смотрите, при подавлении, что с ним будет происходить, примерно я его наложу, начинаю работать. Говори, что с дроном, связи у тебя есть с ним, смотри на пульте. Сними у оператора, что происходит. При попадании в наш луч, он просто в вакууме останавливается, и в зависимости от того, что забито у него в мозги, он либо садится, либо улетает в сторону. Просто куда-нибудь. Вот, китайский обычно в сторону улетает, разговаривается. Антон, Бантик, да, он минуту, секунд 10, да, свисит, а потом он попадается на землю. И, основном. Бантик, когда мы видим, что такая функция срыва, то есть функция домой, он домой втекает? Не может, потому что он вакууме, ему привязаться. Нет, я показал, чтобы вы понимали, как он работает. Сейчас мы можем отлететь, ну, допустим, в дубу, потому что чем выше поднимаем, тем мы его сильнее ветер уносим. Мы ему полностью все вырубаем. То есть оператор, его просто, отключаем оператор, оператор его не видит, он исчезает у него. Вот, сам этот дрон, понимаем, ну, он может вот так, к GPS-у привязаться к какой-то точке контрольной, понять, куда ему развернуться, чтобы вернуться домой. Мы эти точки ему рубим. Он не понимает, как развернуться, то есть лево-вправо, он не может привязаться, правильно ли он повернулся. Он просто висит и останавливается. Мы его не выжигаем, не убиваем, он просто, ну, как вот с погранцами мы контрабанду словили. Был большой дрон, не такой, этот, Матрикс, он огромный, 8-моторный, сейчас скажу, 120 пачек сигарет. Дрон вот такой, там, раскладываются лопасти такие. Да, у него ножки, он когда при приземлении, он опускает шасси и опускается. Он нет, вот. Мы его зажали над речкой, забрали. Выберите. Чекамараны в России. Чекамараны в России. Там местность не ровная, отпустите, может. Там местность не ровная, может отпустите. Да, теперь управляю. Пока я его даму, он его не видит. Вот, я его вот словил. Все, видите, он пошел вниз. Все. А можно попробовать? Да, пожалуйста. Работает он сразу, то есть, его настраивать не надо. Он одновременно при нажатии курка, который в виде кнопки, да, он работает сразу на всех частотах одновременно. То есть, допустим, западные производители дают выключатели, которые дают выбирать, там, надо навигацию подавить, либо там частота 2,5, посмотреть, либо... Ну, это тяжело. Ну, мы ушли от этой, ну, чем меньше кнопок, и лампочек, тем лучше. Вот. Он нажал, сразу все включилось и подавило. Вот. Класс защиты IP67 мы делали, чтобы, ну, понимаем, что сейчас в поле идем, по отраве, попал в воду, в песок, то есть, ну, до лампочки. Нагрев. Мы его нагревали до плюс 40. Вот. Единственный минус только, что он пассивный. В каком плане? Все, большая часть западных производителей, они ставят кулер для охлаждения. Вот. Мы ушли от этого, потому что кулер выдает, он шумит. И шумных, как бы, нет. Вот. Мы ушли, как бы, от этой темы, сделали просто большой чебуратор, ну, не чебуратор, плиту алюминиевую, которая служит, как радиатором для охлаждения и защитой, да, защитой для... Оператора, который будет, чтобы задний лепесток ему голову не светил. Вот. Стараемся по медицине, чтобы, ну, мы прошли проверку, что нам разрешили работать на нем. Вот. Еще большой плюс на свой аккумулятор, который находится в ружье. Не в рюкзаке, как большая часть показывают. Он рассчитан на 60 минут беспрерывной работы. По 15 минут перерыва, потому что, ну, нагревается. Между этой стороны, да? Нет. Он может 15 минут работать. Вы можете выстрелил, удержал, опустил, выключил, работать. Он просто идет от погодных условий. Чем холоднее, тем он дольше работает. Чем жарче, он как бы, надо его немножко подождать. Давай на нас, будешь, ну, на скорости попробуем. Сейчас попробуем максимально скорость его. Через сколько он остановится. А ну, Мех, давай на нас, самое быстрее, что ты можешь. Он уже старается. Ага, понял. Почему на джосик совсем? Остану в какой-то режиме, не знаю, что ли, что ли, что ли. Есть? Мапа, пока. Ну, увидели, да? Сбросил хлоп, я начал работать. Все. Видите, он сразу. Ну что, можешь управлять? Все. Нет, вот видите. Все, я перестану. Он мгновенно останавливается. Он откуда? Конечно. Ну что, не перестану? Гасит полностью все. Не видит, ничего не передать. И до нас он добраться не может. Есть дроны, которых есть привязка к местности, видеокамеры стоят. По карте местности идет. При пропадании сигнала он может либо по точкам дальше идти, да? Но у него, чем у них побочный эффект, погода меняется, он сбивается. Но все равно на GPS контрольки. Контрольные сигналы выпускают, чтобы свериться, правильно ли он идет. При пропадании связи... Водом лучше его пускать? Давайте. Там надо будет туда перейти. Можем полить. Можем просто полить водой. Попробуй. Попробуй. Он просто возвращается по карте домой. Аккумулятор съемный. Два винта скрутили, убрали, второй вставили. Если, дабы не снимать аккумулятор, мы сделали еще второй нюанс. Шнурок. Вставили, не снимая аккумулятор, дуба зарядили. Есть индикатор заряда батареи. Вторая кнопочка, которая показывает его зарядку. То есть вы когда работаете, понимаете, сколько вам надо с ним работать. Как-то платить на пластере, блядь. Да. В режиме ожидания он у нас пролежал и проработал. Один день мы проработали, положили. Поработали полчаса, положили. Через трое суток взяли, опять полчаса поработали. То есть, если полностью зарядить, он у нас держал две недели. То есть я две недели взял, пришел, пошел работать. Полчаса, 40 минут я отработал без проблем. Вот. Это большой плюс, который мы разработали. Вес самого ружья 4,8 килограмм. Можно пробовать. Ну, на выставке, наверное, написали, что это насадка, одевающаяся на малютку. То есть на ствол, который подавляет его и еще выстреливает. Ну, только вы его не рассказали, я, честно говоря, так и думал. Можно. Стоять! 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 Ветер понес. Не можешь его? Он просто попадается на чемпионсы. Ну, все, пропустили. Все, вете? Да. Отпускать. Время, которое у нас было, минимальное это 3 секунды. Максимально это мы давили до 15 секунд. Незаписимо, взлетел он, увидели. Либо летит на вас на большой скорости. Удожники к нам приезжали, они отрабатывали, их больше интересует толпа. Вот. Они отрабатывали, если с толпы выкинули, он быстро полетел. Либо на скорости брали маленький Mavic Pro, который там до 190 разгоняется. И вот как он установит. Ну и попробовали, максимум пролетел после нажатия 2 метра. Ну, как стены уперзые, на манике повес и остановился. Подержали еще пару там секунд, он опустился, ему его забрали. Валерич, сколько ни, говорит, ходовал, во рту сладко не будет. Они не поверят пока. Да, да, есть ДИИ. Полтора километра. Рабочая, максимально 1,8. А высота по высоте? Соответственно, вот это все равно. Ну, Фантом мы поднимали максимум, сколько он там, метров 500. Николай, вот. Просто побольше 500 его не видит. Ну, мы брали 1,5 километра, мы примерно знали, где он стоит. Потому что тяжело, уже надо конкретно прицеливаться. Сильно прицеливаться не надо. Примерно навели на него, у него зазор большой. Попадает, чтобы слоить. Да, да, да. У него с дальностью угол увеличивается. То есть 25, как бы. А, у него лучом оно идет, да? У него не в луче. Чтобы сразу заметил захвата зума. Валерий сейчас работает зумом, пока программу пишет зумом. Ну, это будет подзорная труба, потому что цифровой зум не дает такого качества, чтобы на эту точку попасть. Надо оптикой только, чтобы дойти до 1,5 километра. Мы пытаемся сейчас сделать эту электроподзорную трубу, которую будут оптикой вытягивать и на мониторчик вам выдавать. Потому что если монокль делать, тяжело. Рука дрожит, тяжело попасть. Да, вот когда мониторчик, легче как бы попасть. Вот, ты понимаешь. Наводится больше намного. Да, вы одним глазом как бы смотрите, где он примерно, да? Привязывайтесь к местности. А второй как бы уже к точке. Его легче попасть. Когда вы сделаете захват, вы когда по монитору будете все видите. Причем монитор мы делаем, который не будет подвязываться к аккумулятору. Он автономный будет. Противо. Противо. С другой стороны, пока жабы солнце хадали. Видно? Отпусти нажми, отпусти нажми. Все полосы есть. Если чайки в футбол, Поехали! Без вращения! Как там цех заплачен? Таркет... Не друм! Я уже не отправляю Вот смотрите, крыша металлическая Она не мешала нам Хотя по идее Он находится в зоне Он находится в зоне Он находится в зоне Попробую вообще Хотя это не палка По идее он... Смотрите максимально Долетит Долколет Долколет Чтобы расстояние примерно Посмотреть Как средство прикрытия Уживление Приблить Прикрытие позицию Долколет Чего сделать? Попробую Подпиши Я считаю Я считаю Выпоследует Я считаю Попробую над деревьями смотри валерич, смотри над деревьем по прямой смотрите, примерно расстояние его далеко, но видно еще вот я начал давить видишь, работаешь? все, пропала связь полностью, вот он садится я отключаю, чтобы он не упал полностью ну это не предел то получается, что если вы его полностью садите на землю, ему потребовалось 3 минуты, правильно? да а когда вы просто его остановите, то ему достаточно несколько секунд, правильно? да, да все, понятно ну все, поливать будем? давай кто будет заливать? ружье можно заливать не хочешь, да? как хочешь может давай немножко оттащим, чтобы кто-то не ел давайте вот это на уголок аккумулятор переворачивают там где зарядка да все так с вами злобом нет, там пухня вот в щели, там где антенны внутрь туда может это вентиляция там самое, наверное, сложное по моменту чтобы заводить вентиляция была и чтобы водой не принесаем метр дали, заливаем до метра то есть вот смотрите, вот мы укрутим не, там нету там вот, все вот он что, съел? ну, залили то есть, ну, киртыком сейчас вот сливаем порошком жидким а он же пенится, собака будет два дня вымываться ну, короче, вымывали, ну, в день струей да, да вот этот и то да нет, ну, их больше вот без проблем потом взяли и начали работать ну, вот, ничего с ним не случается сейчас вот у него есть зазоры, которые употребляют всередину ну, и пишут с этим, да? да, и пишут с этим не, все, залим точно я вот там могу чуть вот давить, да? да, потом ты раз, типа, резко летишь и мы его попробуем остановить дальше еще? да да, не, нормально, нормально потому что видно его? да так работаем на... чтобы он начал опускаться угу все, начал работать есть управление? так, стоп, я стики сниму стиками ветер сносит сносит это так ветер унес? да, 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 отключился потому что его сейчас ветер унесет а ну перехватишь управление обратно? ай сел пошло? не, взлетает, взлетает все, надо назад вернуть ветер очень сильно сносит ого ого так, а где он? вот-вот-вот, прямо на даме вот я начинаю работать на него хлоп все, потерял его ветер понял отпускаю потому что сейчас унесет нажми кнопку домой все ветер очень сильно ветер очень сильно еще, еще о, вот так и вот в гудке отлетает это далеко будет его просто не видно о, ну вот так оставляй все делаем все давим? да ну вот я начинаю давить его хлоп начал все потерял ты управление? да, потерял все вот он висит сейчас и он там все все ветер не будет и будет садиться да? да уже ветер потихонечку все, пошел вниз ага ну, я посадил можно выбирать есть при условии, что мы 30 градусов жара сколько мы часа 4 на солнце пользуемся им он не перегрелся вода он до сих пор вытекает вот даже в гайках видно воду вот вот дополнительное охлаждение водяное да но можно купать вы погружали мы погружали на метр под воду на 10 минут больше больше после того мы вытащили слили воду и сразу он начинал работать ага на данный момент были у нас рассказывали что он плавится на жаре он не выдерживает сегодня поле прячется в тени 30 градусов он работает без проблем вот мы не выключая минут 30 на нем работаем всадим отпускаем опять всадим это сейчас перехватили и оператор забирает управление и не работает по рассказам не заответствует работает как часы сильно обучение не надо как обычный автомат прицелиться научиться хорошо стрелять на сегодняшний день на сегодняшний день сколько сейчас время 12-28 начинали мы с 10 и было около 60 посадок батарея показывает потеря вот так попробовать сколько там почти 90% все любой человек может на шкидку отработать можем любого бойца сейчас взять могу дать ванну за гору улетел верни назад наверное испугался он как раз начинал уходить за брус вероятно я нажал кнопку возможно забрал управление и вон там ухо расходился ну да ничего сложного нет просто кнопочка и ведутся модификации еще да дальше работаете я слышал облегчать будете еще мы хотим его вес 4 килограмма 800 грамм мы хотим дойти до 3 килограмм ну вот начали давить потерял управление все отпустили все начало работать вот особых усилий не надо очень просто